Друзья мои, я Артем Таратов. Звезда ММА. А сегодня с нами. Обычно они в главных боях. Соперник, который он когда-то выигрывал. Но сейчас во мне генетик клаб. Нет, сегодня проиграл. Да? Ага. Но главное, что в качалке говорят? Когда ты себе что-то там делаешь, то не надо это. Ноги поднимать? Слышь какой-нибудь побить. Вечер где-то неровно. Наверегай пресс. На наших тренировках, это детский сад. Пришел тут что-то. Попиздил, языками почесал. Что-то тут подергал, передернул. Понимаешь? Никто не бьет. Никто не бьет. Сходил там келуться посмотрел. Придерживаюсь этой темы. Потому что когда я начинаю прям упахиваться. Я, во-первых, быстро устаю от тренировок. Эмоционально быстро выгораю. Не отступать не сдаваться! Руслан говорит, что я побеждаю всех в первом раунде. Все равно мне надо повышать выносы. Что с ним будем делать, брат? Будем делать спину. Как раз таки объемно-силовую тренировку для выносливости. Воле спина в борьбе одна из самых главных. Мои любимые упражнения. Говорят, чтобы стать чемпионом надо делать нелюбимые упражнения. Правильно? Абсолютно верно. Друзья мои, Артем Тарасов. Звезда ММА. А сегодня с нами и мы потренируем спину. Всем привет. Скажем, в преддверии боя, который пойдет у нас в августе. 17 августа на хардкоре. Главный бой, как обычно. Один в главных боях. Соперник, которого я уже когда-то выигрывал. Но сейчас во мне генетик клаб. Генетик клаб хотел сказать. Генетик клаб. А я думаю, мы сейчас станем все сильнее. Расскажешь сегодня про добавочки. Да. Есть нюансы. Есть определенные добавки. Спортивные. Все-таки мы должны понимать. Любая добавка определяет ее прием. Не просто желанием что-то сожрать. Хотя такое тоже бывает. Но еще и целью. Получить определенный эффект. Мы прямо на подтягивание. Мы сделаем небольшую лестницу. Посмотрим, кто же больше подтянется. Боец или мертвец на качок. Я уже как качок. Я живу. Под 90 кг вешаю. Давай так. На самом деле. Вот здесь подтягиваются. Мне вообще нравится. Нравится. Давай здесь. Начнем с пяти. Ну давай, начинай. Ты первый. Я смотрю. Они просто крутятся немножко. А пусть крутятся. Нет. Все, я проиграл. Да? Ага. Все? Потянул? Нет. До этого потянул. Думал, прошло. Ну ладно. Значит сегодня мы мучаем Артема. Ух, ё-моё. Изи Бэнкш. Это, кто помнит, получается, позапрошлое видео, где я не рывал спину. Я чуть-чуть пожаловался на это место. Думал, надрыв или растяжение. И подпрыгнул. А все понимаете, качки из-за повышенного дестостерона. Самое главное, что в качалке говорят, когда ты себе что-то там делаешь, что не надо это переусердствовать. Я не переусердствовал. Ну, был хороший тренажер. Я много повесил. Однако. Неприятно. Все. У меня отпуск по спине значит. Все они качки. Когда я прихожу в зал, качки всегда отмазываются. Единственное, что у нас не отмазывался, Серега Дарнух. Он даже к нам в ММИ зал приходил. Его там в Сибири, но он до последнего дрался. Я потом приброшу тебя к себе в зал. Пусть заводит. Пусть починится плечо, то прям. Так, все, все, мы закончили. Мы потренировались. Да, спасибо, давай. Была отличная тренировка. Старый закон, лучше умеет тренироваться, чем перетренироваться. Это, кстати, моя главная вообще эта штучка. Заработает? Когда тебе 33, ну конечно, работает. Уже все, не тот возраст. Так, а что сейчас делаем? Сегодня официально я стал старше, чем Артем. Мне 34 исполнилось. У меня сегодня день рождения, поэтому. Потому что поставьте лайк, колокольчик, там все дела. И напишите поздравления в комментариях. Вот. Че, пять, теперь десять. Уже так сразу же, да? Минутка прошла, пока мы при неделе. Слушай, на тебя вообще футболка села хорошо, что ты реально качок, да? Это лекало под качка. Да? Да, на худых ребят они не так смотрятся. Сейчас, давай. Чуть-чуть надо. Только очки вообще без разминки. Сейчас же мышцы все забьются сразу же. Чуть-чуть. Хоп. Ну и делаем целевую разминку. По сути, пять раз, то есть разминка потянутся. И десять тоже разминка. Я могу как ты, вот. Так я могу хоть пятьдесят раз потянуться. Ну давай. Это было не пятьдесят. Ты сказал десять. Первое слово дороже здорово. Да. Будем работать горкой. Поднимемся вверх. Ну, наверное, до двадцати, да? Я не знаю, как повышится. Посмотрим, да. В общем, до пика. Следующий будет пятнадцать. Потом максимально. Спустимся вниз. И перейдем к тянущим движениям к груди. В общем, поработаем. Я думал, мы с свободным весом, со штангой. Можешь какое-нибудь побить. Аааа. Вечерние это неровно. Да, навредай пресс. Ааааа. Ну, что-то есть там. Кстати, замечал, да, момент такой, что зачастую, расскажи мне, вот ты, как специалист. Вот одни ребята прям усердствуют, прям закачивают пресс. Постоянно работают у него. Другие, я смотрю, ну, особо прям конкретное внимание ему не удивляют. При этом, как бы, жесткость там идентична. Я вообще пресс не хочу. Да? Лично есть. Да, да, зависит больше. Визуально, визуально точно привязано к количеству жира. Чем меньше жира, тем больше рудопресс. А вот именно его возможность там удержать удары и так далее. Вот жесткость. Ну, я думаю, что знаешь, когда в боях, вот это вообще рудопресс, там, не нужно, не нужно, нужно иметь защищаться. Потому что в боях. Чтобы его не прилетало, да? Да, в боях тебя могут поймать на выдохе. И, когда пресс не поможет. Конечно. А тем более печень. На самом деле, что я заметил у Качков, им очень тяжело пробить печень многим. А, потому что тут здесь держать? Потому что очень много, большой корпус. Да, много, видимо, мяса. И поэтому тяжело. Потому что я помню... Да, твердое сбоку. Я помню дочек, когда пробивал. Вот реально, бьешь, все влажаться. А ему хераешь, что ему вообще похер вот так стоит. День, день. Так, что, 15, да? Да. Уже будет тяжелее, конечно. Чудо-чудо-чудо. А вот что значит функция? эмоционально, кстати, то есть я вот уже так подтягиваться, раскачать свое тело и дать рывок, инерцию я не смогу, вот разучился, я могу так сказать, висишь, трогаешь спиной, солдатик, пытаешься дергаться, а он уже не дергается, тяжело, ну, в общем, у меня 6 грыж, поэтому нормально, я сейчас лечусь, поэтому все нормально, каким образом ты лечишь, ухожу, ну, что делают в этом? Идиотерапию, уколы, массаж, и я с тебя подправляюсь, лучше стало? намного, вот у меня очень хороший хирург, хирург, бывшим, 16 лет работал хирургом, говорит, теперь пытается очистить свою карму тем, что 17 лет вырезал грыжи, а грыжи, говорит, ни в коем случае вырезать нельзя, вот, вырезал уже грыжи, говорит, я никому не советую, то, что их можно вылечить, 40 лет можно вылечить всем, после 40 лет уже нет, то есть тебе еще и завтра времени, чтобы 40 грыжа вообще не было? у тебя на год меньше, да, но реально, три занятия, и как прошло, потому что после спарринга, знаешь, когда работаю, вот три раунда даешь, все, а потом на три часа рука отвисает, у меня вот здесь, да, и вот эта нога начинает так хромать, крестироваться, чувство не дает, подготовиться нормально, когда не тренируешься, все хорошо, ничего не болит, кстати, скажи, с силовым весом, ты реально набрал, ты чувствовал очень круто, за что бы стало тяжелее тренироваться? да не, не тяжелее, нормально себя чувствую, потому что это я ощущение, вчера нажал, все известился 89, обычно так 84-85, ну это мой вес, я уже в нем достаточно около года, наверное, чувствую себя нормально, вот, сначала было тяжеловато, а сейчас нормально, зато есть мощь, я взял, все, все забрал, чувствуешь, да, силу, да, силу, мощь, да, тягу делаешь? давай, встану, 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 вообще, когда ты не руешься, делаешь так, не, я вообще железо не работаю, не работаю, совсем, да, ты тренируешься только одинобортов, а вес как-то набирал? как? да, ну, на пирожки с творогом, на пельмешках, на пельмешках, тестосторончик поднимаешь, струя бобра там, знаешь, нет, смотри, получается исключительно тренинг у тебя в динобортов, ты железом не работаешь, вообще нет, ну, не вижу в одном смысла, да, не знаю, почему, у меня и так все говорят, что я очень сильный, когда со всеми борюсь, да, то, что реально, пацаны даже, которые там по технике переигрывают, я их за счет силы беру, ну, знаю, тоже определенный текст, потому что, когда качки приходят, которые не разбираются, в которых есть сила, они, во-первых, быстро вздыхают, вот, во-вторых, они не знают технику, а я за счет того, что знаю, отдохну, грубо говоря, какой-то маленький из техники компенсируешь избытком силы, да, ты понимаешь всю технику борьбы, знаешь, что сделать, да, и за счет силы этого отжимаешь, так далее, еще подход, 20, нет, 20, я думаю, что просто не получится, 2-15, нет, субпазии сдаваться, кстати, очень хорошая рекомендация, мне нравится, она очень эффективна, в любом виде спорта, а так не болит, Артем правильно сказал, когда не тренируешься, не болит, я даже не знал, что у меня так болит лопатка, вот это тяга, да? Да, по две пятаки, кинем сначала, я как чувствовал с утра, не поел, сейчас пока ехал, выпил энергетик, думаю, что Руслан обещал, там ведь так, на камеру чуть потренируемся, ну может так, на камеру немножко, более как тренируемся, видите, Артем тренируется, я прям сегодня это, что-то, а ты, кстати, сколько делаешь, ты потянуешь, до засадки доходишь? Да, конечно, конечно, ну крайне рад, мы там для этого Паши, лаваша, снимали на его канал, а, не ты же снимал, то ли 23, то ли 27 раз, я покинулся, ну, 27 раз потянулся, ну так, не лезь, ну я вообще не потянулся, не люблю вот эти все упражнения, но я, то есть, 27, прям чистыми, идеально, без единого рывка, я тоже, кстати, делал, это что такое, так? Это как комфортно, да, на разный рост, берется внизу в опоре, локти вдоль себя ведем, максимально сжимаем, на 8, если ставим тяжеловато, там я помогу, не ставь, нормально, а, не ставь, да? да, вот так, как пружина на постоянке, на выдохе, давно в качалке не был, на качалке, я скажу, лафа, вот реально, с тем, что мы делаем на наших тренировках, это детский сад, пришел, тут что-то, попиздил, языками почесал, что-то тут подергал, передернул, понимаешь, что? никто не бьет, никто не бьет, сходил, там, пелотик посмотрел, на жопу посмотрел, оп, там, сфоткался в зеркало, заебись, в солярий сходил, там, потом в бассейн сходил, писать, 3-4 на это тратишь, и кажется, что ты, ну, для оздоровительного спорта, наверное, то, что нужно, вот, смысла нет, там, себя рвать, а когда мне там говорят, бацаны, там, пойдем в качалку, иду с ними в качалку, даже мы, когда убиваемся, там, нашим троеборем, там, становая, присед, там, день ног, да, тяжелый, а я говорю, все равно не то, да, потом мышцы ходишь, болят, но в плане именно выносливости, вот это то, что нам нужно, не то, да, мышцы растут, у меня вот в банке, я вообще не качаюсь, тут ругаются, Тём, в спортлайке, запрещают, ага, тут прям у них строго, 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 строго правила, мы здесь, чтобы нарушать правила, чтобы не смущать, чтобы не смущать клиентов, своими бицепсами, вот вообще не качают, в частности, ну а как форма, как у качка, то есть тестостерон работает, работает, работай, спортивное питание, ты меня прислал, понимаешь, вот, кстати, давай так, об этом, начал пить, да, об этом, они начал пить, посмотрим, потом личного Артема спросим, да, когда будет монтаж, там, через недельку, он будет завершаться, и отдельный видосик просто записать, вообще, есть ли, вот, именно, не просто научные данные, а личные ощущения по возрастанию выносливости, ты мне обещал, чтобы повысится выносливость, да, да, вот я прям жду, потому что у меня реально в боях, я ходить, реально, сколько у меня раунд, не шел две минуты, три, либо пять, я дерусь в разных, да, дисциплина, вот, ну сейчас стараюсь больше поймать, сейчас у меня последняя победная серия, такая хорошая, вот, но всегда тяжело, что две минуты, что три, что пять, вот, и в зале всегда тяжело тренироваться, то есть у меня прям проблемы с выносливостью. Ну, может быть, как раз 8? Вот так, да, вот так или вот так? Да, нижняя. Вот так? Да. Сейчас. По комфортовой хвату. Да, БЭС-Таланин, он сам по себе повышает выносливость, прямо в моменте приема, то есть выпил, пошел, он выносливость повышает, но и обладает и накопительным эффектом, на который мы и будем рассчитывать к бою, что увеличиваются запасы карнозина в тканях. Надо раскидываться, чуть-чуть забиваются ручки. Ну, посмотрим, мне прям дабы Таланин, вы тогда хвалили. После всех спрашиваю, какой есть препарат для выносливости, крутой. Болгает никакого. Не, БЭТАЛАНИ, прям вот реальная, настоящая, прям выносливость в порошке. Прям, выносливость прям вот такую, да, которая как нам нужна, да, 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 именно, аэробная выносливость. Аэробная выносливость, это для, он отлично подходит для скорости силовых видов спорта, для циклических видов спорта, он не забивает. То есть, к примеру, аргинин, да, он тоже повышает, ну, силовую, потому что от него пампишься, он быстрее продукт распада выводит, закисления, но именно на этой ткачалке. То есть, а если тебя из него будет сильно пампить, ты там, блин, полторы минуты повозишься, вот так вот надуешься и скажешь, твою мать. Слушай, у меня еще, кстати, от вас пришел вот этот, ежовик грибенчатый. У вас из грибов токуон или еще другие есть? А из грибов только ежовик? Только вам, потому что я, если честно, на камеру до этого ел ежовик и мухомор красный. Могу сказать, что реально офигенная штука, работает, сам себя проверил. Вот сейчас пью, аж, ну, хочу попробовать. Потому что я даже сейчас жену заставляю, у меня жена там скандалит, я уже говорю, пожалуйста, ну, выпей ты грибы, ну, тебе легче на этот мир станет смотреть. Ежовик клевый, отзывы по нему очень хорошие, плюс у нас он имеет сертификат качества по количеству вещества, то есть не просто абы откуда. Вот я с мухомором их пью, вот, и я тебе говорю, у меня достаточно долгий пил одни таблы, пять лет не мог с ним слезть, и с помощью мухомора красного слез. Ну, вообще такое. Просто типа антидепрессанты, которые, знаешь, уже привык организм. Просто в каком-то мере вот я вот просто организм не дает. Что, третий подход? Да. Что-то детские веса какие-то. Огонь. Изи бэнк. Сколько подходов? Четыре. Четыре. Что-нибудь принципиально менял в подготовке нынешней? Нет. Или по старой схеме? Старая схема. Тренироваться хотя бы каждый день, час, час. Но иногда получается по две тренировки. Я вообще, вот что ты сказал, лучше не беда тренироваться, я придерживаюсь этой темы, потому что когда я начинаю прям упахиваться, я, во-первых, быстро устаю от тренировок, эмоционально быстро выгораю. Ну и все, я хожу на тренировку, значит, уже как вот вспоминаю, как я на строк уходил, значит, утром встаешь такой, а когда ты идешь, как сейчас, в кайф позаниматься, либо там даже там похер на те же спарринги, у меня тренер уже знает, знаешь, что он видит, что я устал, меня как там тренер еще дагестанец, у меня один там, как в Дагестане не гоняет, я даже Дагестан ездил, там сидел или по 10 спаррингов, я допустим делал 5, 7, тренер останавливает, говорит, все, Тема, тебе хоррел, говорит, я хочу еще, говорит, нет, все, Тема, я знаю тебя, ты сейчас по спаррингуешь, чтобы будешь неделю валяться. Поэтому в этом плане в моем возрасте, когда тебе 33 года, лучше реально не перетрудиться. Как ты думаешь, сколько ты еще будешь наступать на высоком уровне, или планируешь наступать? Да не знаю, у меня аж такой человек ветра, как идет сегодня здесь, пока будет бабки платить, будем браться, я же там из-за денег, там многие говорят, вот ты за хайп, я говорю, весь хайп уже 6 или 8 лет, уже весь, как можно, забрал. Хайп тоже сейчас денег, правильно? Ну да, но хайп не равно деньги, к сожалению. Сто процентов. Не все умеют его монетизировать или правильно это делать. Слушай, ну вот смотри, даже интересный момент, да, многие говорят, да, там, что ты ради хайпа, да, тарасов на хайпе, при этом же по факту у тебя не было практически никогда никакой грязи, так скажем, правда? Ты везде появляешься, ярко, новости, новости. Ты масло поддерживал единственный раз, вы хотите ли за это? Ну, сейчас мы с ним разошлись, поэтому все нормально. Ну да, как-то так, стараюсь не участвовать. Ну, получается. Сами все резать. Хочется и бить потом. Ну, бить это элемент шоу работы. Знаешь, моя тема, я вот на них, как красная тряпка, то есть я прихожу куда-то, и вот они видят, все, тарасов хайпа. Надо с тобой заступиться, чтобы рейтинг поднять? Да, да, там чел, даже не там один сейчас пишет, соперник мой, предстоящий, там, с Казахстана. Говорит, вот, Тём, привет. Спасибо, благодаря то, что я сейчас бой с тобой. Позвали на одну передачу, позвали на другую передачу. Говорит, ну, рад, рад за тебя. Хорошо, а многие, конечно, пытаются налететь. У нас были там моменты, когда налетали, там, везде, подхватывал интернет. И в залах, если честно, бывает иногда почему-нибудь выходить в новые залы, в другие, чужие. Потому что молодые видят, либо кто-то видят. Разные там, русские, там, дагестанцы, без разницы, там, узбеки, киргизы, ну, разные, кто тренируется. Вы не знаешь, задача показать им, что они сильнее. А я же на тренировках не дорабатываю, как я уже говорил, я не собираюсь там ни с кем купиться. Поэтому очень аккуратно хожу в новый зал, чтобы не получить травму, потому что все хотят, прям, оторвать руку. Ну, доказать, что они намного сильнее меня. Вот, мой тренер говорит, один говорит, это принципиально в таких сражениях выигрывать, говорит, и доказывать, что это другое, говорит, наоборот, нахер тебе, да-да, травмируешься, то есть носка. Поэтому, говорит, давайте просто не будем ходить. Мне кажется, это очень грамотный подход, очень неправильный. Ну, знаешь, как вот у нас, да, большинство спортсменов, которые, блин, отрывы мышц, они происходят на тренировке. На помосте или еще где-то, ну, травмы реже, чем когда вот тут ты в зале, типа, покажу все, что я здоровый, а ты сколько можешь? Ну, да. Что, четыре подхода сделано? Тренер, коуч. Смотрите, у него модники, понимаете, ходят, в Джорданах пришел, понимаешь, на тренировку, да, модные. Люди достать не могут. Нет, подожди, он пришел, при том, в языках, понимаешь? Да я уже два-три года, они уже, он уже все уже. Рассказывай, рассказывай. Сейчас покажу движение. Это касательно обуви. На самом-то деле обувь просто элемент безопасности, здоровья и правильного движения. То есть, подошва Джорданов, она очень хорошо подходит для занятий в зале. Именно силовой. Не заплатили за рекламу, не парьтесь, пацаны. Ну, ты же про них сказал. Смотри, как раз-таки движение, которое, мне кажется, могло быть для тебя эффективной, когда тебе будет сильно нечем заняться, вот прям вот максимально, а очень хочется, это такой элемент частично тяги с верхнего блока плюс скручивание. Как раз-то это движение будет прокачивать межреберные, мышцы кора плюс спина и тянущие движения. То есть, суть, мы с верхним богом сейчас возьмемся, будем подтягивать к себе одновременно, максимально сильно скручиваться, закрывать мышцы пресса, собирать межреберные. Давай, покажи, как. Взялись, и на выдохе мы... А, вот так, не до конца, да? Да, то есть, ну, а ты дальше не сможешь, то есть, ты же не скрутишься в улитку. Ну, да. Движение два, первая часть движения – это то, что мы тянем руками, вторая – то, что мы скручиваемся, мы их объединяем и выдыхаем максимально сильно, чтобы весь вон очень маленький верх, мы добавим. Попробуй просто движение. Подсогнуть колени. Так? Да. Вот так? Да. Вверху растягивайся. Каждый раз, да? Шаг назад. Во. Колени подсел. И локтик себе прижимай, будто бы ты пытаешься корпус еще локтями закрыть. Вот. И выдыхай внизу. Это уебистые упражнения. Да, оно как движение сложное, к нему нужно адаптироваться, привыкнуть. Плюс еще тянет вперед на противовесие, поэтому можешь подсесть глубже, убрать таз, чтобы равновесие было. Сильнее скручивать тело. Во. 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 Сколько раз надеваешь? Ну давай, да. Какого-то раз по 20. 20, ну давай. Вся зона. Саня, сейчас покажу скорость. Из десяти ударов связка, смотрите. И в заметном действии, потом бокаши, может быть, не видно. Саня. Видели? Сколько насчитал ударов? Десять? 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 Он же сказал, что и десяти ударов будет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, Базан, вот так вот. Максимально выдыхай. Да, сейчас я разберу, я еще немножко технически. А руки вот так. А вот по положению рук, как комфортно. Примерно посередине рук, я думаю, будет пар. Рост, самое то. Еще шаг, да? Да, таз подсел. И на выдохе. Еще сильнее может. Вот есть там. Вот там вот шубики. Вот тут вот так вот, да. Сбоку. Немножко недавно, потому что она в бошку вот втыкается. На бошку, видишь, втыкается. Кажется, я смотрю, как этот, блядь. Нет, на самом деле ты делаешь все хорошо. Да? Давай по-честному скажу. Когда ребятам-культуристам показываю, получается хуже зачастую. А, да, поскоряю. Видишь, у меня растяжка плохая. Получается часто хуже. Движение странное. На самом деле его нету в книжках. Его практически не показывают в каких-либо видеороликах. При том, что оно очень хорошо подходит для разминки спины, разминки пресса, разминки мышц кора, хорошее дыхание. И краски вот эти вот пресловутые все мышцы, которые и тяжело подают в тренировках, у них в движении нет специализированных. Еще их лень качать зачастую. А тут одновременно и пресс, и спина, и дыхалка, и мышцы кора, межреберная, уникальная, унифицированная, быстрая. Ну да. Да я чуть запухался тогда. Чуть запухался. А может, вдыхаешь хорошо? Чем мы сильнее выдыхаем, то у нас в тем большем пресс сокращается, и можно сжаться. Выкадивай руки вверх. Подстань поглубь немножко. Подстань колени, подстань. Вот. У тебя есть план стать еще больше? Есть желание? Нет, нет, нет. Ты в нем будешь выступать и его поддерживать. План 2 весит 80 вообще. Восемьдесят? Да, мне нравится. Я уже моложе, когда весит 80. То есть на сушку. Да. Ну и так, у меня сейчас будет бой, восемьдесят три пятьсот, обычно семь семь ерус. Угу. Так я говорю, средний вес восемьдесят четыре. Но я гоняю быстро за три дня, на этом семерку уходит. Угу. То есть я просто начинаю, придерживаюсь в углеводах, за три дня начинаю придерживаться. За четыре начинаю. Ну, четвертый день взвешивания. Придерживаю углеводы. Второй день практически убираю пищу. Так, водичку пью. Ну и тренируюсь без гонки. Третий день практически вообще ничего не ем. На четвертый день взвешиваюсь. И тебя как хватает, чем четыре килограмма? Да. Семь-десять уходит. Легко это. Вот это и без напряга. Потому что многие гоняют, как они там? Месяцами. Месяцами в семье гоняют, да. Ага. А так что? Костей без мочегона, без слабительного просто. Да, да. Просто, да. За три четыре дня. Нормально у тебя уходит. Но он потом возвращается. Сцену восемьдесят четыре. Стандартно, конечно. Да. И шестик забил и фаршировался. Да. Мы даже буквально тут в прошлом роли снимали, тоже там робот Хрюлин говорит, что она такая местная целевая разминка. Мы же не будем делать движения там необычные, непригодовленные. Когда мне уже тяжело делать, я всегда говорю себе, если не сделаю, то проиграю бой. Себя так мотивирую. Ну, опять же, очень правильное обещание у Артема. Есть! Ну, как движение? Херня или что-то понятно? Не, ну, понятно. Ощущения в корпусе нет? Ощущения нет, у меня все равно вот здесь. Руками держишь, да? Да, да, пока еще не. Тянешь. Да. Классический вариант, он называется это, молитва, там берутся так вот, руками сразу фиксируются. Тут амплитуда не та вот, мне не нравится. Да? Такая, коротенькая. Нет, чисто приятно. Резь покачать, конечно, там вполне себе адекватное упражнение. Такое, как функциональное. Мне не очень нравится. По стандартному сплиту. Все, я кончок. Четвертое упражнение. Ну ты, блядь, в этой футболке здоровый. Да? Килограмм на 95, вообще белое. У меня там 89 здесь. Вот. Все. Ну, я вчера вот целый день жрал. Я еще жрал. Какая диета? Чемпиона перед боем. Нет, я еще на бой еще две недели. Не, я все ем уже. Ну, то есть, ну, какого-то там чистого, нечистого питания. Просто ешь по кайфу. Нет, нет, все жру, да. Все же. Макдональдс могу пожрать. Точнее, вкусные точки. Могу пожрать. Окрошку очень летом люблю. Вот у меня прям слабина на окрошку. Я вот могу ее есть целыми днями. Вчера что? Я даже не помню, что вчера ел. Вот окрошку я вчера ел. Серьезный вопрос. До этого все была херня. Вот сейчас, сейчас вот серьезно. Сейчас главное не провалиться. Да? Окрошка на кефире или на квасе? На квасе. Но в детстве я очень любил на кефире, кстати. Пацаны, окрошка, давайте вот. Сейчас, сейчас важно. А что на кефире, типа, что херово? Да нет, я смеюсь. Давайте, потому что будет дилемма. Люди пишут, то есть, одни любят. Не, я на самом деле люблю и так и так. Я в детстве любил только на кефире, на квасе вообще есть не мог. А сейчас ем на квасе, потому что это просто удобнее. Так, что здесь? Эта тяга, да? Тяга с первого блока, имитация подтягиваний, когда мы чуть-чуть должны быть подуставшими. Ну, мы, это мы, Артем не устает. Артем, машина. Машина на бета-аланине. И очень маленькая доза тестерона, поэтому не считается. Нормально, да? Да. Так, что, спина прямая, да? Спина прямая, лопатки за себя тянем. Руки здесь или по бокам? Вот так, поуже. Вот сюда. Ага, вот так. Сколько? На выдохе 12 раз. Потом качки все напишут, как я коряво делаю, наверняка. Нет. Качки все напишут, какой я коряво, как коряво делаю. Нет. Ну, у нас есть два нюанса. Первое. У нас очень адекватные ребята на канале максимально. Это первое. Второе. Ты не коряво делаешь. Да? Да и, знаешь, вот по-честному не существует в моменте зала конкретно правильной техники в одном варианте. Правильная техника, она двумя вещами подкрепляется. Первое. Это не травмоопасно. И второе. Ты чувствуешь то, что ты делаешь. Или хотя бы со стороны специалистов видеть, что работает правильно. Потому что невозможно подтянуть, допустим, сверху рычаг, не используя мышцы спины. Да, можно там где-то больше бицепсов. Но спина в любом случае работает. Со временем у человека он адаптируется и перестраивается. У кого-то просто такие рычаги, что руки там сильно забирают. Ему нужно вообще другие движения просто идти и делать изолированные. Поэтому вот эти, знаешь, начинают тут орать. Нет! Какая-то правильная техника. Бля, ну там чуваку нужно эти. Вот у тебя были антидепрессанты? Надо ему их отдать, чтобы он их пожал и успокоился немножко. Пашка, а ты знаешь про это? А как раз за умоляю. Ты и так очень жизнерадостный. Тебе нельзя пока штифить. Ты будешь слишком жизнерадостный. А так, на самом деле, опять HTP, да, ну, видишь, оно влияет на настроение, по сути, трептофан, прекурсор, серотонина, гормонная радость. Но, может быть, знаешь, когда он интересен, как раз-таки, там, на финальной стадии, для бойцов, непосредственно, он аппетит снижает. Аппетит? Да, то есть, у него контроль аппетита гораздо сильнее, то есть, меньше хочется кушать. Ну, мне бы сейчас бы не мешал. Ну, вот, поэтому все, значит, 5-6-5 вещи, докинем. У меня вещь, у меня уже половина, у меня спортпит, мне туда в Москву прислали, я же за два года живу, у меня в Москве там протеинчики, все, а здесь пока только по витаминам, витамин С, магния, ты мне прислал, Магния-Б6, БЦАшки, БТАЛОНИН, ЛКРНИТИН, да? И Затоника еще должен быть. Затоник, прошу, не Затоник, типа Пауэрэйдов такая. А, не было. Не было? Только БЦАшки. Ага. Значит, еще и Затоник надо написать. Да, раскупаю сейчас все просто по-дикому. Да? Там, бля, пиздец. Прям вот. Надо в России изготавливать? Да, да, у нас. Вот в Петербурге. Потом Артема в гости пригласим, покажем, где у нас на заводе парсеины, где у нас на заводе сломал. Ты что сделали? Это тоже был мим, это ты сломал. Понимаешь, я настолько машина, что рядом со мной даже машина ломается. Это тражер. Ладно. Его часто бьют по голове, поэтому пусть будет машина. на самом-то деле без спора, достаточно легко Артем сделал классические четыре упражнения по три-четыре подхода. Ты что, это все, что ли? Даже не устал. Ты даже не размялся. Ты все гонишь, что ли? Конечно, можно было потяжелее поубиваться, но я просто считаю, что нет такой задачи. Это, Артем, не бодибилдер. Поэтому такой задачи и смысла не было. И травмировать мышцы, чтобы это не мешало тренировкам по единоборствам. Потому что любое занятие должно быть адаптировано по цели и задачи. И мы будем желать Артему победы. Внизу есть ссылочка, чтобы подписаться. Следить. Придем только с победой. Следить, смотреть. Потому что теперь я принимаю добавки от Генетик Клаба. Очень можно. Очень красиво. Все время хочу сказать Генетик Натриш. Ой, Генетик Клаб. Генетик Клаб. Многие. Может создадим какой-то уличный этот. Может создадим где-нибудь на Думской Генетик Клаб. Нормально. А кто? Нормальный бацанский. Бацана. Мохито БЦА. Мохито с вкусом БЦА. Ром протеин. Да. Ром с виски, с яблочным БЦА. Отлично. Идеально. Идеально. Друзья, у нас совсем скоро будет бой на хардкоре. А точнее 17 августа. Выпуск выйдет позже. Вот. Спасибо Руслану за эту лёгкую, я не знаю, полуразмирующую тренировку. Но правильно он сказал, лучше не до мира. Потому что было бы глупо, если меня сейчас здесь убили бы. Бессмысленно это было бы. Сегодня еще две тренировки, на самом деле я тренируюсь сейчас по два раза в день. Думаю одну уже уберу, потому что потренировался. Оставлю только вечернюю. Вот. Так что так же. С вами был Артем Тарасов. Руслан. Берегите себя. Занимайтесь спортом. Болейте за Артема. Так, а хейтеры, которые напишут про меня грязь, пишите еще ее больше. Еще делайте репосты этого. Да.